Добрый вечер в эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Символ красноярских спартакеат народов СССР. История и судьба Соболька Кеши. Важная информация для болельщиков. Если вы покупали билеты на универсиаду в интернете, будьте осторожны. Они могут оказаться подделкой. В сети появился фальшивый сайт по продаже билетов на зимние игры. Причем поисковая система Google выдает этот интернет-ресурс первым при запросе билеты универсиада. Он внешне похож на официальный сайт. Те же цвета, та же символика, название сложно отличить. Запоминайте, официальный сайт ticket.krsk2019.ru. И никак по-другому. На поддельном сайте цены на билеты завышены. Начинаются от 1200, а на официальном ресурсе от 100 рублей. В интернете появление сайта мошенника, конечно, активно обсуждают. Некоторые предполагают, что его сделали перекупы. Другие пишут, что попались на удочку и теперь не знают, что делать. Весь билеты в этот сайт был первым. Я вот не знаю, то ли мне перекупы продали через интернет эти билеты по этому сайту, либо это, ну, как получается, клон билета просто, скажем так, повторно проданный на одно и то же место. В дирекции универсиады рассказали, что уже обратились в полицию. Подчеркивают, билеты, купленные на других сайтах, не являются официальной продукцией. Поэтому гарантировать посещение они не могут. Всем болельщикам рекомендуют их сдать и вернуть свои деньги. Еще раз напомню, официальный сайт по продаже билетов на универсиаду ticket.krsk2019.ru. И прямо сейчас на льду «Кристалл-Арена» в хоккейном матче встречаются принципиальные соперники США и России. Билеты на этот матч раскупили задолго до его начала. Интерес болельщиков зашкаливает. На стадионе находится наш корреспондент Виталий Поляков. Он в прямом эфире. Виталий, какой счет? Наши выигрывают? Оля, действительно, наши выигрывают. Все идет так, как и планировалось. Потому что не зря говорят, что сборная России – это главный претендент на победу в целом в турнире, в универсиаде. Сейчас первый период завершен. Счет 1-0. Вместе с нами за матчем наблюдает и губернатор Красноярского края Александр Викторович. Александр Викторович, добрый день. Как вам первый период? Первый период он прошел все-таки при доминировании, я считаю, нашей сборной. Но особенно приятно, что в сборной как раз есть шесть красноярцев. И кроме этого представитель именно «Сокола» есть и в тренерском штабе. Так что это не просто российская игра, но и во многом еще красноярская игра. Хочу сказать, что и по количеству медалей, завоеванных вот эти первых четыре или даже пять дней в универсиаде, естественно, Россия очевидно доминирует с большим отрывом. Но и красноярская, если можно так ее отдельно считать, команда тоже выглядит очень убедительно, превосходя практически все сборные наших гостей. Александр Викторович, что вас связывает с хоккеем? Знаете, с хоккеем меня связывает мое сельское прошлое, когда мы на озере расчищали снег, и как, наверное, все вот дети того возраста играли в хоккей. У нас, конечно, были очень специфические, так скажем, коньки и специфическое оборудование, прикрученное на валенки, веревками, палочками. Но, тем не менее, это нам не мешало испытывать удовольствие. Владимир Владимирович, большое спасибо. Наверное, уже идите на матч, продолжайте смотреть. Действительно, американская сборная, она, это серьезный принципиальный соперник, студенческая лига американская считается одной из самых лучших в мире. Но все-таки американцы уже успели уступить на этом турнире чехам, а наши пока выиграли, хоть и с трудом, но выиграли в первом ряду. Ваков, фамилии японцев. И сегодняшняя игра действительно должна показать, действительно ли мы претенденты на победу, или все-таки турнир будет сложным. Но пока наблюдаем за матчем, сейчас впереди второй период, пока мы ведем, напомню, 1-0 в пользу сборной России. Было прямое включение из «Кристалл-арены», где, напомню, продолжаются хоккейные матчи в эти минуты между Россией и США. А мы продолжаем. Две золотых, по четыре серебряных и бронзовых медали принес новый соревновательный день универсиады для российской сборной. Мы были лучшими в спортивном ориентировании, совсем чуть-чуть уступили в горных лыжах, сноуборде и шорт-треке. Об очередном удачном дне универсиады наш обзор. Первые медали в копилку сборной России сегодня принесли горнолыжники, в комбинации удалось взять сразу две награды. Серебро у Антона Инджиевского, он студент нашего Сибирского федерального университета. Бронза у Никиты Алехина, а победил швейцарец Яник Шаблос. У него уже вторая медаль универсиады. Ранее он стал третьим супергигантом. На гласте рисопка сноубордисты разыграли медали в параллельном гигантском слаломе. И здесь российские спортсмены остановились в шаге от золота. А знаменосец сборной Дмитрий Логинов и вовсе остался без медали. У мужчин свой класс показали поляки. Первое место у Михаила Новачика, второе у Оскара Квитковски. Дмитрий Сарсымбаев завоевал бронзовую медаль. Лучшей среди девушек стала представительница Южной Кореи Чон Хэрим. Наша Мелина Быкова с серебром. Еще одна россиянка Наталья Соболева в итоге стала третьей. А сразу два золота сегодня в спортивном ориентировании. В гонке преследований среди мужчин первый стал хабаровчанин Сергей Горланов. У женщин в аналогичной дисциплине лучшая Марина Вяткина. Рада на все 300%, тысячу, не знаю, очень счастлива. Была, да, небольшая ошибка, но главное вовремя среагировала и все получилось. Я пытаюсь выложиться на все 100%, потому что знаю, что родные за меня болеют, держат кулаки, кричат, болеют. И я стараюсь сделать все, что от меня требуется. Порадуюсь, как это медаль дадут. Наша женская сборная по хоккею с мячом сегодня играючи разделалась с американками. 11-1. Причем в первом тайме россиянки безраздельно владели преимуществом и отправили в ворота США шесть безответных мячей. Во втором тайме наши девчонки чуть расслабились, и соперницы тут же этим воспользовались. Забились пенальти. Радовались американки, будто выиграли универсиаду. Россия все-таки одна из главных претендентов на победу. И забросить русским престижно. Наши девушки одержали уже третью победу на турнире и вышли в полуфинал. Там соперником россиянок снова станут американки. В итоге сборная Россия подтвердила свое лидерство в общем медальном зачете. У нас 39 наград. 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых. Ближайшие преследователи корейцы далеко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рады обсудим это в прямом эфире. На каких соревнованиях вы уже были или, может быть, только планируете сходить? Нравится ли вам атмосфера в Красноярске во время игр? Делитесь своими впечатлениями по телефону 265-45-00. Пишите смс на номер 9020. Комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте. Или присылайте сообщения в Вайбер и Ватсап по номеру 8-923-165-45-00. Ростехнадзор нашел трещины в Красноярской ГЭС. Проверка обнаружила дефекты в железобетонной облицовке водостоков всех 12 гидроагрегатов станции. Об этом сообщает Интерфакс. Размер трещин доходит до 0,3 мм. Также специалисты установили, что на гидростанции отсутствует система защиты здания ГЭС и автоматические защитные устройства от затопления в случае разрыва водоводов. Руководству плотины выданы предписания об устранении недостатков до 1 августа. В Ростехнадзоре сам факт проверки подтвердили, но о деталях говорить отказались. В пресс-службе Красноярской ГЭС ситуацию официально не комментируют. При этом говорят, что информация ТАСС не соответствует действительности. Как выбрать хорошие цветы на 8 марта? Советы специалистов Роспотребнадзора. Впервые в Красноярске шоу лесорубов. Как это выглядит? Губернаторский управленческий резерв. Краю нужны современные руководители? Вы активны, устремлены в будущее, готовы добиваться результата. Участвуйте в конкурсе «Губернаторский управленческий резерв». Заявки принимаются до 20 марта. Подробности на сайте командокрая.рф. Дозвониться в аварийную службу теперь должно стать проще. С 1 марта диспетчерские службы обязаны принять звонок от жильца максимум за 5 минут. Специалисты за трое суток должны аварию устранить. Это новый закон. Он вступил в силу 1 марта. Также правила поменялись для дачников. Они теперь должны получать разрешение на строительство. Подробнее обо всем в рубрике «Бизнес-обзор». На связи со студией эксперт Андрей Лопатин. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Каждый год к 1 марта принимается огромное количество законодательных актов. Вносятся изменения во многие постановления правительства. Этот год не стал исключением. И очень многие изменения касаются такой сферы, которая называется недвижимость. С 1 марта начинает действовать новый порядок, согласно которому при стройках на дачных и садовых участках мы должны будем в местной администрации брать разрешение на строительство. Оно будет выдаваться на 10 лет. И по окончании стройки мы должны будем ввести данный объект в эксплуатацию. Исключением из этого правила, то есть когда нам не нужно получать эти разрешения или согласования, является строительство бани, беседки или сарая. Кроме того, 2 марта вступил в силу новый порядок определения кадастровой стоимости недвижимости. Теперь он определяется умножением площади на так называемый удельный показатель кадастровой стоимости. Ну и третье, самое существенное изменение, это новый порядок работы аварийно-диспетчерских служб. И там есть действительно что-то интересное для граждан. Звонок должен приниматься в течение 5 минут. Если нам никто не ответил, то в течение 10 минут нам должны перезвонить при любой аварии. Локализовать эту аварию должны в течение 30 минут. Ну а собственно устранить полностью аварию аварийно-диспетчерская служба должна в течение 3 дней. Очень хорошая, интересная информация. Жалко, что нет ответа на тот вопрос. А если нам не ответят в течение 5 минут или не локализуют полностью аварию за 3 дня, какую ответственность понесет аварийная служба за, собственно, свои неквалифицированные действия. Спасибо, это был эксперт Андрей Лопатин. А мы продолжаем. Какие машины теперь можно заказать на Алиэкспресс? И как выбрать свежие цветы к 8 марта? Лайфхаки от экспертов. Об этом и не только в рубрике «Новости коротко». И первая новость актуальная. К 8 марта специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественные цветы и продлить им жизнь. Свежесть цветка можно проверить по лепесткам. Нужно оттянуть нижний. Если он примет прежнюю форму, цветок свежий. Дома лучше сразу оборвать нижние листочки и подрезать стебель, даже если продавец это сделал. А чтобы букет стоял дольше, лучше добавить в воду щепотку сахара. Союз пивоваров хочет установить минимальный ценник на пиво. Об этом представитель Союза рассказал журналистам. 35 рублей. Именно такую цену назвали производители после того, как подсчитали все затраты. В Минфине ответили, что идею поддерживают. Это, по мнению ведомства, поможет бороться с теневым рынком. Но добавили, минимальную цену должны рассчитать сами. На Алиэкспресс теперь можно заказать даже машину. Интернет-магазин заявил о запуске онлайн-продаже автомобилей. Первым партнером китайской торговой площадки в России станет китайский бренд «Черри». Заказать можно будет кроссоверы «Черри Тиго» 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары к ним. Первоначально в продажу поступят автомобили, собранные в Китае, но в планах запустить сборку и в России. Рев бензопил, деревянные медведи и дом Святогора – все это шоу лесорубов на острове Татышев. Его в Красноярске проводят впервые. Соревнуются мастера по дереву со всего края. Самые яркие моменты конкурса в нашем сюжете. Крутые парни на конкурсе лесорубов приветствуем бурными аплодисментами! Происходит что-то нереальное, шоу только что стартовало, и мужчины уже готовы показать все мастерство владения настоящим мужским инструментом. Конкурс лесорубов традиционно проводится в таких странах, как Канада и Германия. В России он не так популярен, а в Красноярске и вовсе проводится впервые. Участники показали свое мастерство в упиливании лавочек, столов, цепей из бревен и даже деревянных фигур. Помимо основных этапов конкурса, гостей мероприятия удивляли новыми арт-объектами. Домик Святогора – это новый уникальный арт-объект, находящийся здесь, в парке Универсиады. Он выполнен из массивных стволов кедра. Вы только посмотрите на его огромный размер в сравнении с моей ладонью. Привезли такие чудесные объекты – это сцена и домик Святогора. И привезли ребят, которые нам покажут свое мастерство в своем шоу «Лесорубов». Ну и немножечко посревнуются друг с другом. Изделия получились качественные. Строгая, но справедливая жюри в лице главного тренера участников высоко оценила работу подопечных. Главные критерии – устойчивость и плотное прилегание бревен друг к другу. Я оцениваю очень хорошо, потому что это сегодня второй уже прошел конкурс. Они очень заряжены эмоционально и профессионально работают. Я очень доволен. Шоу завершилось и, как и полагается, победила дружба. Увидеть все арт-объекты вы сможете в парке универсиады на острове Татышев, где вас встретят вот такие замечательные сибирские мишки. Кристина Житникова, Михаил Зинкевич, Новости ТВК. Губернатор Александр Урс сегодня встретился с послом Австрии Йоханнесом Айгнером. Многие знают, что УС хорошо владеет немецким языком, и он сам приветствовал делегацию. Но потом политики перешли на русский. Как выяснилось, посол тоже знает несколько языков. Сначала обсудили универсиаду. Посолу понравилась церемония открытия горнолыжной трассы. Он сравнил их с родными альпийскими склонами. Ровный чистый снег, красивые виды и хорошая организация. Кстати, именно австрийская лыжница взяла золото в Бобровом лагу. И, конечно, посол отметил красноярское гостеприимство. Все очень довольны условиями. Так, что касается и спортивных оборудований. Все очень в восторге гостеприимства. И я уверен, что это даже не показывает, что красноярское апостолопрестящее подготовиться к проведению универсиады. Но сотрудничать наш край готов не только в сфере спорта. Политики обсудили и возможные торгово-экономические отношения. Губернатор УС рассказал, что в регионе готовят несколько крупных проектов, среди которых, например, строительство целлюлозно-бумажного комбината. Лесопереработка заинтересовала гостей. В свою очередь, австрийц предложил краю помощь в вопросе переработки мусора. Обсудить все подробно стороны смогут на Красноярском экономическом форуме в конце апреля. УС пригласил туда австрийскую делегацию. Учитывая то, что товарооборот между Красноярским краем и Австрией не очень велик, но в то же время, в последние годы он обнаруживает такую явно выраженную тенденцию к росту, мы надеемся, что это нам удастся продолжить. Ну и сразу же, пользуясь случаем, в рамках своего вступительного слова, я хотел бы пригласить вас и ваших коллег из деловых кругов на наш Красноярский экономический форум. Ваши впечатления об универсиаде. Ждем звонков в прямой эфир. Болельщик украл клюшку канадского хоккеиста. Происшествия зафиксировали камеры и сотни очевидцев. Красноярский болельщик украл клюшку у хоккеиста из Канады. Это случилось в Кристалл-арене после матча с Великобританией. Это видео сегодня одно из самых обсуждаемых в интернете. На нем спортсмены проходят рядом с трибунами и приветствуют болельщиков. И в какой-то момент мужчина выхватывает клюшку из рук канадского хоккеиста и убегает. Этот поступок поразил всех и зрителей, и спортсменов, и волонтеров. Но остановить фаната никто не смог, и ему удалось забрать трофей себе. Отмечу, что матч закончился в пользу Канады со счетом 12-0. И следующая история наоборот о возвращении. Туристы из Японии и полицейские вернули паспорт и деньги. Накануне Кишимото Ясуши возвращался на такси в отель с прогулки. Он приехал в Красноярск на универсиаду, чтобы поддержать сборную Японии. В машине мужчина забыл свою сумку, а в ней и документы, и кошелек с деньгами. Он сразу позвонил в фирму такси, где ответили, что ничего не находили. Японец обратился в полицию. Там вместе с переводчиком написал заявление. И когда Кишимото Ясуши был в полиции, с ним связались из такси и сообщили, что вещи его все-таки нашли. Таксист привез сумку гостя в отделение, и полицейские вернули японцу потерю. Возвращаем ваши документы, ваш паспорт. Возьмите, пожалуйста. В следующий раз будьте внимательны, не теряйте. Спасибо. В полицию мы обратились с заявлением, и пока мы писали заявление, нам отзвонились и сообщили о том, что документы нашлись. Моя сумка была найдена, я был очень рад, и теперь я очень-очень люблю Россию. Большое вам спасибо за то, что нашли мои друзья. Мы продолжаем проект Натальи Кичиной «Красноярские спартакиады». Сегодня о талисмане зимних спортивных игр Собольке Кеша, который надолго потом стал постоянным символом многих спортивных зрелищных мероприятий в Красноярске. О том, как сложилась судьба автора Соболька, художника Виктора Бахтина, в сюжете далее. Итак, пятая спартакиада. Талисман Олимпийских игр в Москве «Миша» передал символическую эстафету Собольку Кеша, хозяину сибирской спартакиады. Милый Соболек Кеша из Красноярска в 82-м и 86-м стал не менее популярным, нежели московский олимпийский «Мишка». Его изображения тиражировались миллионами. Наклейки, значки, марки. Каждое уважающее себя предприятие края выпускало Кешу из фарфора, кедра, нутри. В каждой семье хоть наклейка с символом добыла. Автор «Талисмана» — тогда 30-летний красноярский художник Виктор Бахтин. Накануне игры объявили конкурс на лучший символ. Поступали десятки вариантов графических изображений. Увидев работы претендентов в газете, амбициозно Виктор возмутился. Это все не то. И тут же набросал и понес свой вариант прямиком в отдел пропаганды и крайкома партии. В Кешу влюбились сразу все. Виктор был уверен, что лицетворение Сибири — это именно Соболь. Красивый, изящный, благородный, ведь он-то знал. Дома у самого некоторое время жил настоящий Соболенок. Принес его мой старый знакомец, музыкант. Его звали Инна Кинг. Поэтому и особо досталось такое имя — Кеша. Но потом я его отдал в живой уголок на столбах. За разработку Соболька тогда Виктору Бахтину выдали 50 рублей. Обещали, как в свое время автор Олимпийского мишки жил площадь расширить на одну комнату. Но у Виктора Чижикову повезло, а про обещания нашему Виктору забыли. Зато ему выдали пропуск на посещение всех игр Спартакиады. И это было, признается, лучшей наградой. Виктор Бахтин работал в Красноярском книжном издательстве, иллюстрировал в сказке Андерсона, басне Крылова, Астафьева, Распутина, Пикуля, Красную книгу Красноярского края. В 90-х издательство развалилось, настали голодные времена. Спустя некоторое время он уехал по приглашению Журавлиного фонда в Америку. «Животные давняя страсть» и пишет Бахтиных почти всегда с натуры. В США Виктор получил рабочую визу, потом гринкарту, особую, которая в дословном переводе звучит как «пришелец с выдающимися способностями». Художник-анималист был востребован невероятно. Дома только один подлинник, его работа, все остальное, например, в коллекции шведского короля и японского императора. Семь работ по истории штата Висконсин хранятся в тамошнем музее. В Краснодарске Виктор Владимирович бывал примерно раз в три года. Последний приезд именно здесь сделал серьезную онкологическую операцию. О Спартаке Аде, говорит, у него остались самые светлые воспоминания, как о морозном ярком фейерверке. Виктор Бахтин умер три года назад в возрасте 65 лет в Америке. Самое главное, что у меня есть, это свобода. Я могу ехать, могу жить, где хочу, приехать в любую страну, купить дом и там жить, работать. Большое благо быть свободным человеком. Наталья Кичина, Николай Чистяков, новости ТВК. Красноярские энергетики перешли на усиленный режим безопасности в связи с проведением студенческих игр. Подстанции, от которых запитаны объекты универсиады, поместили под круглосуточный автономный контроль. Новости ТВК побывали на нескольких и узнали, какое оно электрическое сердце нашей зимы. От подстанции. И вот так мы и пошли. От опоры до опоры по 6 километров каждые 2 часа Александр обходит и осматривает состояние линий электропередачи. На время универсиады в Красноярске усиленный режим безопасности. В случае чего регламент армейский. Информация быстро доходит до центра управления сетями и на место выезжает группа. Разбитые изоляторы, наклоненное дерево, которое может упасть и повредить провод. Провисание также, отсутствие уголка. Под станцией МРСК Сибири в Академгородке считай электрическое сердце, которое гонит ток ко всем жителям микрорайона и по выделенной линии к Академии биатлона. В 2018 году здесь обновили защитное оборудование, которое предохраняет сеть от замыканий, а как следствие от поломки. На распределителях электричества всегда есть резерв. И если на одной линии срабатывает выключатель, то автоматически включается вторая. У них на ТП производится АВР, то есть включение резерва и ТП данное 8193 перезапитывает данное ТП. А в Академии биатлона просто моргнул свет в это время. Ну, у них это все, допустим, настолько быстро все происходит, что могут даже и не заметить. В рамках подготовки к универсиаде в Красноярске построили одну совершенно новую подстанцию. Еще 11 обновили. Но некоторые из них, считай, по новой отстроили. Все региональные сети за прошлый год прошли серьезные испытания и не только человеком, но и природой. Например, морозами. В декабре 2018-го, когда в крае прошли масштабные учения Ростсетей, удалось отработать в полевых условиях экстренные ситуации. Помните, когда по городу то и дело отключался свет? Все это ради стабильной работы в дальнейшем. Проводились учения также на отработку доставки резервных источников питания. То есть это автономные большие дизеля. Были проработаны маршруты их доставки. То есть и все это в результате приводит к снижению времени перерыва электросабжения потребителей. А еще у энергетиков появились современные центры управления сетями. По их словам, это серьезный шаг в сторону цифровизации. На огромном экране можно увидеть каждую подстанцию в городе, получать и отдавать сигналы, и даже удаленно отключать или запускать оборудование. Эпоха больших искрящих рубильников, кажется, подошла к концу. Сергей Григорьев, Александр Тропин. Новости ТВК. И сейчас рубрика «Дневники универсиады. Лучшие моменты соревнований» за 4 марта. Красная, чудесная, очень быстрая. Вообще неожиданно, что так быстро было. Очень хорошая подготовка. Мы обожаем спорт. Любим, сами занимаемся, смотря на то, что мы уже в немолодом возрасте. Любим, обожаем диатлон. Катаемся на скопных лыжах, на беговых лыжах. Поэтому мы мечтали, чтобы приехали. Добро пожаловать в потрясающее место. Это Столбы. Мы здесь с нашей замечательной группой готовимся пройти через ворота. Там, говорят, мы можем загадать желание. Что ж, давайте проверим. У вас здесь в Красноярске очень красивые виды гор и рек. У нас в Миннесоте нет гор, и эти потрясающие виды мне очень понравились. Это прекрасно, чтобы увидеть муты. Она сегодня просто супер. Нам очень здорово с ней сегодня повезло. И большое спасибо всем нашим тренерам, всем, кто помогал, всем организаторам и Красноярску. Спасибо. Спасибо. Престайл смотрела, сейчас будет скоро фигурное катание, танцы на льду. Все так здорово, красиво. Было такое грандиозное открытие, которое, ну, благодаря телевизору я тоже увидела. И вообще, знаете, вот эта атмосфера в городе, она вот чувствуется. Я хоть не сильно далеко сейчас хожу из-за травмы, но вот понимаете, у меня такое ощущение, что даже в городе витает вот эта вот радость, вот этот дух праздника. Здорово вообще на самом деле, что у нас вот такое грандиозное мероприятие. Спасибо большое. Еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, Светлана Николаевна. Очень приятно. Мне вот тоже приходится только по телевизору смотреть. И в состоянии здоровья я не могу присутствовать на массовых мероприятиях. Ну, мне нравятся лыжники, понравились. Я сама в детстве любила на лыжах ходить. Мы за маму ходили, когда учились в школе, ходили за маму. Вот там же и ГТО у нас проходило по лыжам. У меня еще серебряный значок был. А скажите, за кого болеете? И появились у вас какие-то любимчики среди молодых спортсменов? Нет, я вот так шутка ни за кого не болею. Я только болею за российские команды. Раз Россия победила, значит, это хорошо. Наша команда победила. И атмосфера в городе у нас, это пища стала в городе. И обратила внимание, вообще чисто в городе. Дышать легче. Только у меня мрачает вот эта ситуация с билетами. Очень некрасиво люди поступают, когда обманывают людей, которые хотят попасть на университет. Спасибо большое. Я напомню, что мы принимаем не только мнение в эфире, но и читаем, что вы пишете в социальных сетях нам. И вот, что нам пишут зрители. Слежу, смотрю по интернету. Великолепные открытия универсиады выше всяческих похвал. Ходили в кристалл на хоккей. Просто восторг. Трибуны полные. Атмосфера, как говорится, жара. Пожалела, что всего на одну игру билеты купила. Хочу еще. Нет, не слежу. Из изменений увидел только, что в городе много вывесок и полицейских. Ну, чуть чище. Была на шорт-треке, очень понравилась. И вот еще один наш зритель пишет, что мне не понравилось, что к факелу возле Платину-Марины не подойти. Зачем-то его отгородили. Поехал с семьей пофотографироваться. Атмосферу в городе не ощутил. Атмосфера только в местах, приближенных к аренам. Собираемся на керлинг и хоккей. Другие люди хотят сходить, но вот пишут, что мы лежим в больнице, а так с удовольствием мы посетили какой-нибудь из видов спорта. У кого-то нет времени на шоу, и люди работают и завидуют тем, кто на пенсии. Понравилось, ходили на хоккей с мячом. Еще один зритель пишет, никак не слежу, помогла. Сегодня иностранцу заблудился человек и про лекарства спросила волонтера, как он сказал, из семи человек. Ни один его не понял и не смог помочь. Это был канадец. Единственное, чего будет не хватать после универсиады, это полиция и Росгвардия. Я к ним привыкла, на работу иду спокойно, ребенок гуляет и не переживаю. Кстати, вот при голосовании на нашем сайте, будете ли вы следить, вопрос был такой, за событиями универсиады, 57% проголосовавших ответили, что да, будут. К этому часу все новости далее на канале ТВК, программа «После новостей». Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова